Он был первым номером ЦСКА еще до третьяка. Пять раз становился чемпионом СССР, а погиб от руки своей дочери. Трагедия знаменитого советского вратаря. Тема нового выпуска – Хоккей Хистери. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, ставьте лайк, и тогда вы точно ничего не пропустите. Ну а сейчас заводим хоккейную машину времени. Поехали! Год 1962. В январе Брайан Эпстайн стал менеджером Битлз. Первой задачей Эпстайна в новой должности стало создание сценического образа группы, обучение музыкантов в дисциплине, работа над их внешним видом и умением подавать свои песни. Именно Брайан договорился о записи первого альбома Битлз, благодаря которому мир узнал о Ливерпульской четверке. В феврале в СССР ужесточили меры по борьбе со взятками. За взятки в особо крупных размерах установлено наказание от 8 до 15 лет тюремного заключения или расстрел с конфискацией имущества. В августе на орбиту спутника Земли выведен космический корабль «Восток-3», пилотируемый летчиком-космонавтом майором Андрианом Николаевым. Это был первый в мире групповой космический полет. Также впервые на Землю передавались ТВ-изображения космонавтов, транслировавшиеся по телевизионной сети СССР и интервидения. «Восток-3» установил новый рекорд продолжительности полета — 94 часа 22 минуты. В сентябре состоялась премьера советской кинокомедии «Гусарская баллада» режиссера Эльдара Рязанова. Действие картины начинается в 1812 году. В ней рассказывается история 17-летней Шуры Азаровой, которая, переодевшись в мундир гусарского корнета, отправляется защищать родину. В течение года фильм посмотрели более 48 миллионов зрителей. В декабре в эфир впервые вышла телепередача «Кинопанорама». Ведущий Зиновик Герд представлял различные фильмы, рассказывал о их создателях, процессе съемок, особенностях производства и проката. Участниками «Кинопанорамы» в разные годы становились заграничные звезды, среди которых Джульетта Мазина, Ани Жерардо, Федерико Феллини. В последний раз программа появилась на телеэкранах в 2002-м. О наследниках великого советского вратаря Владислава Третьяка говорят гораздо чаще, чем о его предшественниках. С тех пор, как лучший галкипер 20 века закончил карьеру, то одному, то другому его коллеги вручали титул «Новый Третьяк». Справлялись они с этой ношей по-разному. Сегодня же мы расскажем историю человека, который играл в ЦСКА в те годы, когда нынешний президент Федерации хоккея России только мечтал оказаться в армейском клубе. Виктор Толмачев родился в 1939 году, а в 20 лет дебютировал в высшей лиге чемпионата России. Сначала он выступал за клуб из Калинина, а в том самом 62-м попал в ЦСКА. В армейском клубе Толмачев задержался на 7 лет, за которые успел выиграть 5 чемпионских титулов и сыграть 10 матчей за великую сборную СССР. Правда, до крупных турниров он так и не доехал. Если уйти от титулов, то карьера Виктора в ЦСКА складывалась очень по-разному. В каких-то сезонах он делил игровое время с другими вратарями, в одном чемпионате был безоговорочно первым номером, а в 1965 году вообще пропал из состава. Тайну позже раскрыл великий Анатолий Тарасов. По решению всего коллектива Виктор был удален из команды на полтора месяца. На тренировке Толмачев не выполнил распоряжение от тренера Бориса Павловича Кулагина и, разговаривая с ним в присутствии всего коллектива, бросил такую фразу «Я, основной вратарь, уйду, еще пожалеете». Это обидело ребят, и они сказали Виктору, что играть-то с ним больше не хотят. Они предложили отчислить Виктора из команды. И только после того, как Толмачев понял, что ведет себя нечестно, не по-товарищески, попросил у всех прощения, было решено ограничиться удалением Толмачева на полтора месяца до конца сезона. Спустя несколько лет голкиперу все-таки пришлось покинуть ЦСКА и перебраться в воскресенский химик. Причина – очередная серия конфликта с Кулагиным. Толмачев успел застать в ЦСКА третьяка, тот несколько раз был его сменщиком, а скандалы с тренером на статусе Виктора никак не сказались. «Виктор всегда был порядочным человеком и прекрасным игроком. Мы с ним часто пересекались и во второй сборной СССР, и в первой, и в матчах чемпионата страны», говорил о нем защитник «Динамо» Виталий Давыдов. Но кажется, что партнеры знали о достаточно успешном вратаре далеко не все. В семейной жизни у Толмачева были большие проблемы, из-за которых от него ушла жена – Любовь Бычкова. У него с дочерью Таней были очень сложные отношения. Он уделял ей мало внимания, почти не воспитывал. Зато руки распускал, когда выпьет. Однажды разозлился и ударил дочку головой о батарею. Это был ужас. У нее огромная шишка появилась. Таня так плакала. После окончания карьеры Виктор попытался заняться бизнесом, правда, не особо удачно. Об этом рассказывал первый тренер Владислава Третьяка Виталий Ерфилов. Когда Третьяк пришел в ЦСКА, Толмачева отчислили моментально. А когда играть закончил, он даже отсидел. Стал директором магазина «Свет» неподалеку от моего дома, поэтому и знаю. Толкнул налево какие-то люстры, заложили. Года два в тюрьме провел, а Тарасов из ЦСКА выгонял его трижды за пьянство. Но перед важнейшими матчами со «Спартаком» брал назад. Говорил ребятам, приведите, пусть покается. Толмачев каялся, уверял, что больше не будет, но отыграется «Спартаком», вытащит матч и по новой. На тренировках неделю не появляется. Увы, реализовать себя в послеспортивной жизни Толмачев так и не сумел. После окончания карьеры жизнь у него сложилась непросто. Очень жаль, что он не успел получить серьезного образования. К сожалению, он не справился со многими обстоятельствами. Это сказалось и на семье, и на нем самом, хотя он боролся со всеми напастями и неприятностями. «На играх ЦСКА Толмачева я видел редко. Несколько раз встречались и беседовали. У меня сложилось впечатление, что у него большая неудовлетворенность жизнью после хоккея», вспоминал другой вратарь Александр Пашков. Но даже с учетом всех неприятностей в жизни и проблем с алкоголем, новость из сентября 2017 года стала абсолютно для всех настоящим шоком. Тогда Толмачев перестал выходить на связь с бывшей супругой. Она позвонила в полицию, а пришедший к хоккеисту домой участковый обнаружил там дочь. Она не хотела пускать сотрудника правопорядка в квартиру и труп Толмачева. Как позже заявят эксперты, причиной его смерти стали семь колоторезанных ранений. Нанесла их дочь хоккеиста. «Татьяна раньше жила в Рязани, а в Москву к отцу переехала в мае. Он ее прописал у себя. Я представить не могла, что все так обернется. Виктора Егоровича навещала внучка Яна, передавала ему продукты. А тут вдруг она звонит, а в ответ длинные гудки. И так несколько дней. Я тоже не могла дозвониться. Потом Яна мне рассказала, что мама назначила ей встречу в метро. Татьяна взяла у дочки продукты и сказала, что передаст их сама», рассказывала Бычкова. Дочь Толмачева вскоре призналась в совершенном преступлении, а ее мать пыталась обратиться за помощью к Третьяку. Увы, безуспешно. «Мы с внучкой Яной, она работает в фотоателье, потратили на кремацию 120 тысяч рублей. Я отдала почти все, что у меня было. Позвонила в Федерацию хоккея России, думала, что ее президент Владислав Третьяк поможет. Перед тем, как уйти из ЦСКА, Виктор успел преемника себе подготовить. Толмачеву было 30 лет, Третьяку 17. Парень был очень талантлив. Витя сразу это понял. Он делился с Владиком своими вратарскими секретами. Между ними установились хорошие отношения. Когда Виктор перешел в Химик, именно Третьяк занял место в воротах ЦСКА. Он быстро стал лучшим вратарем страны и одним из лучших вратарей мира. Увы, звонок Федерацию ничего не дал. Трубку взял не сам Третьяк, а его секретарь. Когда речь зашла о кремации и захоронении Виктора Толмачева, сотрудница ФХР спросила, кем Любовь Бычкова ему приходится. Так вы бывшая жена? Тогда помочь ничем не сможем. Владислав Александрович находится в заграничной командировке. Равнодушно сказала секретарша. На сегодня это все. Совсем скоро мы расскажем новые истории из жизни самых ярких советских и российских хоккеистов. Чтобы их не пропустить, не забудьте подписаться на канал, позвонить в колокольчик и поднять палец вверх. А еще помните, историю не стоит переписывать. Лучше ее пересматривать. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова